Если день начать с зарядки, значит будет всё в порядке. А если зарядка проходит весело, со смехом, то и весь день будет наполнен радостью и интересными событиями. Так считают в оздоровительном лагере, открытом на базе «Центр Дельфин». Прошлым летом ребятне так понравилось, что по просьбам детей и взрослых лагерь и в этом году распахнул свои двери. Состав детей практически не поменялся. Мы ходим в лагерь уже второй год. Нам тут очень нравится. И мы попросили родителей, чтобы они ещё нас записали. Мы узнали многого нового, потому что ходим очень много на экскурсии. В прошлом году ездили в Ливадию, там катались на лошадях, на каретах. Всё было очень хорошо, мне кажется, и хотим, чтобы продолжалось просто бесконечно. Для нас это важно. Это было ново в прошлом году. В этом году мы добавили новые программы. Наши преподаватели с удовольствием работают, потому что наша работа, как померанг, сколько мы пустили вперёд, столько же нам возвращается обратно. А может быть, даже ещё и больше. А потому и вкладывают в детей. Педагоги немало организуют для них досуг. На условиях сотрудничества и дружбы школьники, отдыхающие в лагере, посещают фитнес-центр «Фэмили Вэлнес». Сотрудничество, оно такое семейного типа. То есть у нас на базе нашего центра уже сформированы занятия, которые дают свои результаты. Мы хотели поделиться своими наработками. Особенно интересно, когда детей много. Это же лагерь. В центре ребята занимаются по разным направлениям – спортивному, психологическому, творческому. Мы делали кота. Смешно вот такого. Можно разукрасить, придумать ему одежду, прическу, всё что угодно. Занятия расписаны по дням недели. Мы застали урок с психологом, на котором дети работали над командным духом. Учились помогать и поддерживать друг друга, доверять. С каждым днём мы становимся всё более и более сплочёнными. Мы лучше друг друга узнаём, узнаём, кто что лучше может. Это помогает нам, опять же, в эстафетах, которые проводятся у нас. Даже в такой, казалось бы, знакомой всем с детства игре, как паутинка, психолог поставила задачу действовать сообща. Ребята должны направлять проходящего. Полная тишина. Яна проходит через вот эту чайку. Хорошо, чисто прошла. Следующая. Через самую нижнюю. Молодцы. Ещё один плюс этого лагеря – ежедневное посещение бассейна. За 45 минут урока под присмотром тренеров дети закрепляют умения, полученные в течение учебного года. Отрабатывают элементы кроля, браса и бутрафляя. Развивая кругозор детей, руководство лагеря запланировало посещение и учреждений за пределами центра. Программа очень насыщена. Помимо спортивной направленности лагеря, где ребята занимаются каждый день спортом, существуют и культурные мероприятия. Историко-культурный центр организовал для нас очень интересные экскурсии. Была экскурсия по городу, где ребята узнали очень много нового и интересного. Экскурсия, посвящённая 70-летию Победы. Также планируется выезд на целый день практически в Ливадию, где ребята, я думаю, посетят зоопарк, город мастеров, долину сказок. Районная библиотека с удовольствием принимает детей из городских лагерей, проводя для них увлекательные викторины, познавательные беседы и встречи с интересными людьми. Ребята-дельфинята с радостью становятся участниками всех мероприятий. Мне больше всего нравится библиотека, потому что там много разного, там есть конкурсы. И очень интересно рассматривать поделки, которые делали дети. И ещё можно брать книги. Я недавно их брала. Один из важных вопросов волнующей родителей – питание детей. На базе бассейна нет специального помещения для приёма пищи, поэтому ребята ходят стучать ложками в столовую соседнего образовательного учреждения, школу номер 7. На всех угодить сложно, но повара стараются. Большинству детей довольны. Первый – обязательно суп. Но его не все едят. Вторые – очень вкусные. Мне нравится. Всегда кушают. Там котлетки рыбные, мясные тоже очень вкусные. Ещё иногда мясо даёт с рисом. Тоже вкусно. Но, конечно, не как дома, но вкусно. Смена в лагере подходит к концу. Но ни дети, ни педагоги не огорчаются, так как снова увидятся в сентябре. Уже на занятиях по плаванию. Татьяна Снежко, Алексей Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.